На первый взгляд и не скажешь, что перед тобой победитель крупных международных соревнований по гиревому триатлону. 11-классница Бужениновской средней школы Вера Клаванич рассказывает, что вопросов, как хрупкая девушка оказалась в таком совсем не женском виде спорта, всегда много. А началось все совсем недавно. Дело в том, что мой дядя Денис Бердинских занимается достаточно долгое время гиревым жонглированием. И он является многократным победителем чемпионатов мира, Европы, Азии и России по данному виду спорта. И он меня часто приглашал на свои чемпионаты, а у меня постоянно не было из-за учебы времени, но той осенью 2017 года состоялся чемпионат в Витебске очередной. Я тоже захотела поехать, поболеть, увидеть воочию, как же состязания такого масштаба вообще проходят. И мы поехали в Витебск. Все проходило в Витебском центральном спортивном комплексе. Год назад на международной олимпиаде по гиревому триатлону в Витебске Вера, не побоявшаяся именитых соперниц, сама заявилась для участия в возрастной категории до 18 лет и выиграла. Общую сумму поднятых килограммов сказать не может, но говорит, что поднятий было точно больше ста. Я успешно выступила и в конце дня я узнаю, что оказывается я выступила лучше всех. В конце меня вызвали на пьедестал, я заняла первое место в своей категории до 18 лет. Я очень была этому удивлена и подумала, что все-таки останавливаться на этом не надо, и у меня уже в голове был план, как же я дальше буду развиваться в этом направлении. Сейчас я выступаю в категории до 18 лет и получить какие-то звания я не могу, потому что я несовершеннолетняя. Но так, мне наступит 18 лет, именно после этого момента я уже могу выполнять нормативы мастера спорта и выше, выше и выше. Сейчас у меня задача такая, выполнить хотя бы КМС и 18 лет выполнить мастера спорта на международных чемпионатах и пытаться совершенствоваться в этом. Может быть даже и попытаться привлечь еще несколько людей и может даже несколько вообще вовлечь в это движение, в это течение людей, чтобы они тоже занимались этим, чтобы им это тоже нравилось. Все они ставили для себя задачи и выполняли их, доказывали себе и остальным, что они могут это тоже сделать. Тренирует Веру ее папа Иван Клаванич, но гиревой триатлон не единственное спортивное увлечение девушки. Уже более 10 лет Вера занимается лыжами, участвует в сборах, побеждает на различных соревнованиях. Я занимаюсь лыжами уже 10 лет, поэтому это стало уже частичкой моей души. А гиревой спорт, он как такое увлечение, совсем недавно я открыла для себя. И лыжи являются все-таки главнее, важнее, но все-таки я пытаюсь это все совмещать и участвовать и там, и там, пытаюсь все успеть. Как она все совмещает, вопрос действительно хороший. Ведь кроме спортивных медалей и кубков, Вера имеет в своем активе победы в предметных олимпиадах. На сегодняшний день 11-классница является лауреатом именной стипендии губернатора Московской области и главы Сергиева Посадского района. А похвальные листы и почетные грамоты уже даже негде складывать. Моя олимпиадная дорожка началась еще в 7-8 классе, но так как я занималась лыжными гонками, у меня постоянно были сборы, я не успевала там на олимпиады. Буквально на одну олимпиаду успела, и дальше все, я опять уехала. И в 9-м классе я поняла, что все-таки начинается уже такая почти взрослая жизнь, и надо все-таки уделять внимание больше учебе. И я начала олимпиадный сезон в 9-м классе без всяких выездов, отъездов на сборы. Я поставила себе цель, я буду участвовать в олимпиадах, я буду успешно участвовать в олимпиадах, я постараюсь все выиграть, чтобы пойти дальше с этим. И так и получилось, я начала со школьного этапа, он идет осенью, потом идет муниципальный этап, в школьном этапе я победила, пошла дальше на муниципальный этап. И там я оказалась лучше всех по 5 и 6 предметам, соответственно. Победила по праву, по обществу, по географии, по ОБЖ, по избирательному праву и, возможно, что-то еще забыла, но список большой. Затем был областной этап, где Вера победила по обществу о знании ОБЖ, а на Олимпиаде по географии и праву стала призером. Уже сейчас 11-классница задумывается о будущем, кем быть – один из основных вопросов ее жизни. Пока в приоритете стать юристом или экономистом, поступить в престижный вуз. Самое главное, признается девушка, надо уметь поставить себе цель и последовательно к ней идти. Я бы сказала большое спасибо маме с папой, потому что они как раз-таки заложили во мне ту любовь к учебе, ту усидчивость и целеустремленность. И, конечно же, я хочу сказать спасибо своему тренеру. Он в сложный момент и помогал, чем мог. И когда была учеба, тоже он меня понимал, когда я не смогла приходить на тренировки, он меня тоже понимал, что вот учеба – это тоже важно. Спасибо, конечно же, учителям, потому что они уделяют большое-большое количество времени и сил для того, чтобы их ученики становились лучше, в том числе и я. И я стала лучше для того, чтобы учитель тоже мной гордился, и я очень рада. Дни Веры буквально расписаны по минутам. На этой неделе юной активистке предстоит еще поездка в Витебск. Там Вера снова будет штурмовать вершины гиревого чемпионата. И мы уверены, она добьется очередной победы. Татьяна Трушкина, Сергей Кошайкин. День города.